Вместе Ростов-на-Дону. Русскоговорящие жители Эстонии возмущены роликом, который размещен на государственном канале. Маленькая девочка отчитывает своего сверстника за русский язык. Этот ролик выпустили в эфир накануне Дня Независимости. Ну а в центре Таллина День Независимости отметили парадом бронетехники под американскими флагами и маршем националистов. Власти страны не мешают, а Брюссель молчит. Репортаж Дарья Григоровой. Где находится ближайший магазин? Что еще за магазин? Да, магазин. Слушайте, вы учите эстонский язык в конце концов. Имейте в виду, это Эстония, и здесь разговаривают только на эстонском языке. Правда, потом девочка меняет гнев на милость. Что русскому из Эстонии нельзя, то туристу можно. В гостинице, вы турист? Да, турист. Из Мурманска. Ну, а это совсем другое дело. Поучительный ролик разместила в интернете государственная телевизионная корпорация ERR. Судя по названию, Голая правда – проект развлекательный, но смешно не всем. Русский – родной язык для минимум 30% населения страны. Владеют им подавляющее большинство жителей. Но вот уж где Голая правда, официального статуса у русского языка почему-то нет. Лозунги «Эстония» для эстонцев и факелы – всё в немецких традициях 30-х годов. Так Эстония отмечает День независимости. Игры с огнём организовала консервативная партия. Политики, мечтающие выбраться из списка маргиналов на грядущих мартовских выборах. В ход идёт и Василёк – национальный символ страны и запугивание российскими танками. А вот бронетехника из других стран участвует в парадах. Танки под американским флагом проехали по эстонской Нарве, что на границе с Россией. Военная техника пройдёт маршем и через всю Эстонию в качестве поздравления с Днём независимости. Такие зрелища здесь ценят. Перед Новым годом на одном из центральных каналов вышел фильм «Если завтра война». На такой лодке я без проблем достигну берегов Финляндии. Здесь всего 80 километров. А ещё нужен складной нож, фонарик, рация, спички. Обо всём на полном серьёзе. Инструкцию на случай войны с Россией завезли в школьные библиотеки Литвы. Внутри книги доходчиво о том, как жить в подвале и реагировать на взрывы. Те, кто постарше, от теории перейдут к практике. Президент Литвы Даля Грибаускайта объявила о введении всеобщей воинской повинности. Но проведённые опросы показывают, поддержать идею президента большая часть жителей, кроме некоторых горячих голов, не готова. Совет государственной обороны решил, что мы должны временно возобновить призыв на военную службу в течение следующих пяти лет. Срок службы по призыву составит 9 месяцев. Мы планируем призвать около 3,5 тысяч граждан Литвы. За полтора года мы докомплектуем литовскую армию и сформируем необходимые резервы. Сейчас Грибаускайта больше предпочитает английский, но вот свою кандидатскую диссертацию защищала на русском языке. Специальность – политическая экономия социализма. Сегодня президент Грибаускайта поддерживает инициативы НАТО. Одни за другим в Литве проходит учение, якобы для тренировок перебрасывается военная техника и остаётся. Учение заканчивается, бронетехника остаётся здесь. И ещё более могу сказать, что эта бронетехника стягивается к границе Российской Федерации. В Литве и Польше уже готовят шесть новых баз НАТО для сил быстрого реагирования. В Латвии на границе с Россией хотят оборудовать приграничную полосу шириной 12 метров. Будут ли копать рвы или безуспешно, как украинские соседи, сооружать стену – неизвестно. Но местные жители уже рады. Благодаря политической инициативе удастся продать землю, на которую сейчас спроса нет. Строительство приграничной полосы обойдётся латвийскому бюджету в 15 миллионов евро. А, например, Маленькая Эстония занимает первое место в НАТО по военным расходам. Политики такие траты списывают на обострение военной напряжённости. Впрочем, эту напряжённость видят пока только они. Телезрители литовского канала ТВ3 спросили, замечают ли они активизацию в Литве российской пропаганды. Подавляющее большинство, 82%, ответили «нет, это не пропаганда». К результату опросов телеведущая явно была не готова. Не то сезонное обострение, не то грядущие выборы. Этим местные жители объясняют действия властей. И надеются, что большинство весенних законодательных инициатив так и останется только проектами.